Здравствуйте! Приветствую вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы приехали в Бинран для того, чтобы заснять лекцию Александра Сапелина, московского дендролога, преподавателя Университета Леса. Сегодня он расскажет нам о дендрорайонировании. Это как раз те вопросы, которые вы во множестве оставляли у нас на канале. По поводу зон морозостойкости. Он расскажет о карте, которая составлена именно для зон России, о растениях, которые зимуют в разных областях и в разных городах, как узнать, какие растения сажать, какие не сажать, какие нужно укрывать и как с ними работать, какая нужна агротехника. Лекция совершенно уникальная, очень интересная. Материалы этого вы не найдете нигде, поэтому мы засняли ее целиком. Надеюсь, что вам будет интересно с ней познакомиться сегодня. Когда мы говорим про Колесникова или говорим про эти книжки, и, кстати говоря, я не назвал авторов, что не очень хорошо, в основном, конечно, с этим работали Галактилонов и Ву. Ву такая фамилия из двух букв ВУ. И когда пытаешься найти эту книжку в интернете, то обычно поисковые системы говорят, вы ввели очень мало букв. Вот, ну вот такая вот фамилия. Это они делали вместе азиатскую часть, а вот когда они пришли на европейскую часть, к ним подключилась Тельмахович. Это, собственно говоря, наш, мой родной университет Леса, которая как раз занималась больше европейской частью, и она помогала уже с европейской частью. Вот. Если мы говорим про Колесникова и про этих авторов, то мы видим, что в основном, конечно, речь идет о видах растений, а не о сортах. И при этом вот многочисленные публикации, бюллетени, как ботанических садов, так и следователей каких-то одиночек, которые показывают определенные тенденции в интродукции именно формы сортов, они говорят о том, что есть и там какие-то закономерности. Но, тем не менее, закономерности есть. Ну, например, большинство экспертов склоняются к тому, что если мы говорим про вариегатные формы, понятно, что про вариегатные формы, да, пестрые, что у нас все бело-пестрые менее устойчивы, чем видовая норма, все желто-пестрые менее устойчивы, чем бело-пестрые, все розово-пестрые менее устойчивы, чем желто-пестрые. Как бы, тенденция. И, соответственно, если я говорю про потенциально очень устойчивый вид, ну, не знаю, там, дерин белый, и сейчас вот появится какая-нибудь декоративная форма у дерина белого розово-окаймленная, к примеру, может, уже и есть, но по-моему нет, вот, то можно быть уверенным, что розово-окаймленная форма дерина белого, по крайней мере, не вымерзнет, то есть она будет, может быть, подмерзать, но она будет жить и нормально себя чувствовать. Но если мы увидим там розово-окаймленную форму, ну, не знаю, у кальквицы прекрасной какой-нибудь, то, скорее всего, она для нас будет возможна выращиванием только методом порослевой культуры, как травянистое растение, что, в общем, для декоративно-лиственных растений не проблема. Зачем нам их цветы, если у них основной момент декоративные листва, да, допустим. Изучение форм габитуальных показало, что морозостойкость тканей одинакова. У вида габитуальные глобозы, пендулы, шаровидные, плакучие, вертикальные, при одинаковом происхождении материала, я это подчеркиваю, да, но у них есть очень уязвимое место, место прививки, потому что они размножаются, соответственно, прививкой, и оно уязвимо. Но если происхождение экземпляров видовых и экземпляров форм габитуальных одно, то по морозостойкости их ткани сходны, не так сильно отличаются, как в случае с вариегатными формами. И то же самое, как у габитуальных, касается разразличных форм. То есть, получается, вы знаете, как выводы такие сделали? Те, которые размножаются укоренением черенков, они вообще не страдают. Те, которые получаются прививкой, они страдают. То есть, страдает не форма, а страдает место прививки такое, является наиболее уязвимым. Понятно, что здесь есть определенный такой дискусс, может быть, но тем не менее. Ну, я по своему опыту, например, вижу, что присутствие там красного, именно красного, у групп рододендронов вечно зеленых, ну, сразу сказывается на его устойчивости. То есть, когда ты говоришь именно про антоциановые, вот эти сиреневые, фиолетовые, розовые, это одно, а когда у тебя появляется рубин в цвете, ну, вероятнее, это связано с каким-то папой и мамой, которые в этих гибридах поучаствовали, с той кровью, которая недостаточно оказалась зимостойкой. То же самое, как только появляется чуток антоциана у каких-нибудь, там, я не знаю, лобчаток кустарниковых, ну, ты сразу видишь, что у нее спадает серьезная устойчивость. То есть, розовое менее устойчиво, чем белое, красное менее, чем розовое, оранжевое менее, чем желтое, красное менее, чем оранжевое. И ты видишь абсолютно четко, что с увеличением красного уменьшение, то обратная пропорция, она читается. Хотя, опять же, это просто вот такие заключения какие-то. Есть интересные по этому поводу разные мнения, исследователи, исследования, но они только еще больше дискусс вызывают. То есть, да, и тут вот как бы я начал говорить, тут спорить с одной девушкой, которая сейчас пишет работу по этой теме, она наоборот говорит о том, что не, как бы, знаете, какой у нас разный был посыл. То есть, я говорю, да, это родители, у них они красные родители, соответственно, они не зимостойкие, их кровь попадает, и они делают детей недостаточно устойчивыми. А она вообще о другом, она говорит, что это само присутствие антоциана делает их не зимой. А я говорю, а как это? Я говорю, этот рододендрон растет где-то там, и поэтому, она говорит, а он потому там и растет, а здесь не растет. Ну, в общем, интересно, на самом деле, то есть, это тоже можно об этом спорить. Нельзя исключать, конечно, и понятие климатипа. То есть, вот мы говорим с вами варигатная форма, мы говорим габитуальная форма, мы говорим разразнолистная форма. Варигатная форма отличается по зимостойкости от вида и по внешнему виду тоже от вида она отличается. Но у нас есть еще климатическая форма. Вот есть климатическая форма. И в чем главная, конечно, проблема? То, что габитуальная форма я отличу внешне. Вот у меня клен-астролистный, вот у меня клен-астролистный глобозун. Варигатную форму я отличу внешне, нет вопросов клен-астролистный, клен-астролистный там драмонди. А климатическую форму я не отличу, пока она у меня в зиму не попадет, потому что по внешним признакам она никак не отличается. Колоссальный, конечно, эксперимент был, но про него как-то мало говорят, стесняясь, хотя я не знаю, что тут особенно стесняться. Главный ботанический сад строили в 1945-1949 году. И многие удивляются, что это вдруг ботанический сад строят в 1945-1949 году в стране. Но есть куда более первоочередные дела, это ботанический сад строится. Но я думаю, многие понимают, почему его строили. Дендрарий нашего главного ботанического сада на 80% стоит на трофейных растениях. Это растения, которые везлись вагонами, которые привозились в Москву и высаживались. Вообще, конечно, читать трофейные документы Академии наук это очень интересно. Они некоторые выложены в сети. Там отдельно работала зоологическая, отдельно работала искусствоверческая комиссия, отдельно ботаническая. Один только перевоз, Андрей, наверное, те известны. Это информация слонов трофейные. Два слона в московский зоопарк везли. В московском из Берлина. Они прожили до 65-го года. Ну, еще потом. Ну, я уж молчу о том, что у нас библиотека главного ботанического сада преимущественно немецкая. И у нас гербарные образцы хранятся немного немало линеевские. Откуда линеевские? Из Потсдамского университета, как выяснилось. Венчает у нас вход статуи Флоры с виллы Геринга, китайские вазы с виллы Геринга. Сама оранжерея. Я еще думал всегда, думаю, надо же строить. Немецкие архитекторы строили в 45-м году оранжерею как-то чудно. То есть, на местные немецкие фамилии в качестве архитекторов оказалось, что это просто с виллы привезена целиком оранжерея и построена здесь, и нигде про это не было указано. Решетки. Теперь мне уже показали, как они отличаются. Половина решеток кованых немецкие в ограждении главного ботанического сада, а половина наши уже и отличаются достаточно существенно. Ну и много там было. Коллекция луковичных, коллекция комнатных, там цикосы 200-летние до сих пор, которые тогда уже были, получается, в возрасте и привезли. И, соответственно, то же самое было и с дендрарием. Но я думаю, все понимают, кто копал. То есть, это копали просто солдаты. На чем везли, это не были рефрижераторы, как сейчас, это не были контейнеризированные растения, это просто в вагонах везли вал. Но это были сотни. То есть, там 300 буков, 300 грабов, 300 этих, 300 этих. Просто выкапывалось и просто ехало, ехало, ехало. Сажали день и ночь. То есть, вот мы общались с людьми, которые еще участвовали в этих посадках. Они говорят, что им выдавали просто, ну, 605 в лирическую шоу, им выдавали одежду, сухой паек и постельное белье. И там же стояли кровати, там же. И без зарплата не было, это было все. То есть, еда, одежда и постельное белье. И они без выходных, практически весь световой день занимались этими посадками. Посадки очень странные, через метр. Мы когда с ребятами делали инвентаризацию нашего дендрария со студентами, я, ну, кажется, что такое живописное, а когда мы в автокаде уже все точки проставили, я смотрю там четкие линии, просто в них выпавшие. И понимаю, что они через метр были посажены. Мы спрашиваем у Майи Степановны Александровой, почему так, она говорит, они были в таком состоянии, что все думали, они сейчас умрут половину. А они не умерли. Но надо отдать должное, что все фиксировалось, что ушло, что не ушло. Так вот к вопросу о климатипе. Понятно, что в первый год умерло от половины до двух третей. Но там нельзя говорить о зимостойкости, потому что, повторюсь, голый корень в вагонах, выкопанный солдатами. А дальше уже начинается интересная история. А дальше уже начинаешь сопоставлять выпады последующих лет с ветер с водками. И вот на сегодняшний день мы можем проанализировать, уже получается сколько, уже больше. Да? Потому что за этот период времени у нас вот на сегодня уже были суперзасухи, бесснежные черные морозы, суперморозы со снегом. Ну, то есть все было, ледяной дождь и так далее. И у многих позиций осталось по два, по три экземпляра. И вот эти два, три экземпляра показывают удивительную устойчивость. Просто удивительную устойчивость. Мало того, они дают потомство, которое показывает удивительную устойчивость. Проблема в том, что большая часть из них уже находится в потере репродуктивной функции, практически сами не дают семян. И очень радует, что сейчас так очень сильно навалились на лаборатории инвитро ГБС. На сегодняшний день у них собран банк уже порядка трех тысяч таксонов. Это не такой быстрый процесс, потому что подбор этих субстратов довольно долгое время занимает. И они очень многие, самые основные, которые могут быть любой... Условно говоря, сейчас произойдет что-то, я не знаю, метеорит упадет, и не будет этого дерева, которое дно единственное осталось. А ведь получается, что там эти виды некоторые, которые везде проходят, но они просто не могут жить. А буки? А буки? Ну, буки у нас плодоносят вовсю. И у нас буков самосев. И грабы плодоносят вовсю. Ну, роща такая, довольно разреженная роща, потому что сажали через метр, а осталась такая роща. То есть мы заходим в грабовый, ну какой-то, приезжали же в какой-то год, да, Андрей, вот тогда. Вот, грабы у нас сеются. Грабы, например, сейчас есть, которые в диаметре ствола достигают сантиметров сорока-пятидесяти, а высотой 12-15 метров. И у них обильный самосев. Причем, ни на что не намекаю, но сеянцы растут, легко вытираются. И дают абсолютно зимостойкие грабы, которые показывают себя замечательным образом. И примеров много таких растений, которые есть. Фактически, я считаю, что это должен быть самостоятельный национальный проект, который должен вот такой вот реестр давать. Ведь такая ситуация во всех городах. И здесь так же. И вот эти вот отобранные, да, эти растения. И приезжаешь там в Архангельск, приезжаешь в Новосибирск, приезжаешь в Челябинск. Везде такая же история. Везде есть вот эти продвинутые растения, продвинутые в прямом приносном смысле, которые позволяют действительно получить потомство устойчиво. Можно пару примеров самых необычных? Ну, я не знаю, насколько они необычные или необычные, но, например, острые, прекрасно плодоносят, замечательно себя чувствуют, превращаясь в дерево порядка, ну, восьми-девяти метров высотой. Магнолия Зибальда около шести метров высотой, плодоносящая. Магнолия Огуречная около двенадцати метров высотой, плодоносящая. Ну, у нас, конечно, есть по одной, по две штуки, там, таксодиум двурядный, которому там лет двадцать, но это не показательный. Там один на всю Москву. Вот. В 2015 году впервые заплодоносили гинка. То есть у нас впервые в Москве заплодоносили гинка в 2015 году. Это было небольшое количество плодов. В 2019 году это уже пластиковая ведерка садовая. Собрали на территории Института физиологии растений, где диаметр ствола порядка сорока сантиметров у них сегодня. Вот. А буквально вчера, по-моему, Петя Ладыгин выложил плодоносящую, дала первые плоды в 2019 году метасиклоя. Метасиклоя глитостробовидная заплодоносила в Москве и дала плоды первые. Ну, понятно, это уже не трофейные растения, но, тем не менее, да, как бы факт интересен. То есть, куда катимся, я не знаю, к чему все это придет. А какие-нибудь логические объяснения есть? Мне кажется, что это феномен какой-то. Почему феномен? Это просто естественный отбор. Привезли 300, умерло из них столько-то. Язык-то детей тоже не все выживают. Но просто меня другое напрягает, что человеку я говорю, не будет у тебя это Робиния жить, ты везешь из Голландии фуру Робинию. Он говорит, что ты мне рассказываешь, что я в Аденха в Робиниях? А я начну ему рассказывать, откуда на Ваденха Робиния. Академик Яблоков проводил это осеверение в 1932 году. В 1932 году в Робинии лжеакация не росла с севернее Курской области. Это был предел ее. Отдельные экземпляры. Они собирают семена самых северных экземпляров. Это понятно, да. Сеют их и продвигают. У него был в первом ящике два сеянца из всех. Они их вырастили, собрали с них семена, посеяли, задвинули в морозилку. Четыре сеянца. С этих посеяли семена. Только советская наука могла на это. В итоге это как бы совсем другая Робиния. Так и здесь. Но просто здесь это получается естественным путем они отселектировались. Из всего многообразия ушло. Индивидуально устойчивость экземпляра. Но так же как есть индивидуально устойчивость. Стоит ряд лип, все в черстромозе. А два экземпляра стоят на них ни одного повреждения. Стоит ряд каштанов, все в клеще. Понятно, что это было одного происхождения, с одного питомника. И вдруг одно дерево зеленое до конца лета ничего не происходит. Просто люди в Европе быстро берут, режут черенки. Говорят, это сорт Моника устойчивый против черстромоза. И продают эту устойчивую липу. А люди в Москве ходят и говорят, ну это же устойчивый каштан какой. Все болеют, и идут дальше. Да, проходя мимо этого. То есть это как бы вещь. Ну проблема-то в чем? Что ты по экземпляру посадочного материала не проверишь эту устойчивость. Ну вот тут тоже интересно, что при переносе в другие климатические условия у растений может меняться не только размер, но и жизненная форма. Мы уже привели пример, даже дерево может стать травянистым многолетником, а уж дерево кустарником сам Бог велел. И мы такие видим довольно большое количество примеров, которые могут быть. Вот здесь вот тоже, честно говоря, опять задевают. Опять включаю зануду, как многие питомники пишут, адаптированный материал. Что значит адаптированный материал? Ну перезимовал, ну напиши перезимовавший. Нет, тогда уж не адаптированный, а адаптированный, потому что он посаженный. Ты не изменишь генетику одного конкретного экземпляра. Как ты ее изменишь, эту генетику? Ты можешь изменить генетические качества его потомства. А то, что зимостойкость увеличивается, ну извините меня, у любого живого организма. В младенчестве уязвимость выше, и в старости уязвимость выше, чем в среднем возрасте. То есть болячки прилипнут к младенцу и к старику быстрее, чем к среднему возрасту. Так и здесь, и конечно зимостойкость увеличивается. Я сам помню, я помню вот эти генки, которые сейчас плодоносят. Нас студентами заставляли их укрывать, мы их крафт бумагой замазывали, заматывали. Нам давали стремянки, мы их заматывали. Сейчас их никто не укрывает, они плодоносят. Причем двудомные растения, непонятно с кем они гуляли, потому что ближайшие генки растут в дендрарии. И где мужики, там, вот эти, потому что до этих мужиков, там, не знаю, минут 30 пешком идти. Или, не совершенно. Вот эта вот селекция и гибридизация, конечно, вот это осеверение, я считаю, что это уникальный опыт, опять же, советской науки, который у нас был. И как бы вот так сейчас с этим разбрасываться. В чем проблема? В том, что стоит эта магнолия огуречная сейчас. Ну, сколько она простоит? Сейчас придет какой-нибудь дурак с бензопилой. И еще пройти три поколения ученых, чтобы снова получить. Я что-то не думаю, что сейчас кто-нибудь эти три поколения будет так же делать, и так же это осеверять и продвигать на север, как это было тогда. А опыты-то уникальные, то есть, там, кого хочешь, бери, там, того же Шабурова, яблоков. Ну, вот, я вообще не испытываю ностальгию по 50-м, я прекрасно понимаю, что в том времени тоже много чего неидеального было. Но если говорить вот об этих вещах, если говорить о селекции именно декоративных древесных растений, если говорить о литературе, которая была выпущена под древесным растением, дендрологии советские, если говорить, да даже если говорить о планировочных решениях тогдашних общественных парков именно с точки зрения озеленения подбора, ну, я думаю, что до сих пор пока, да на сегодня, непревзойденный уровень, который действительно, все остальное, что выпускалось, оно либо перепечатано, либо переписано, вот тот, что тогда был. То есть, стоит у меня эта флора СССР, 30 томов, я понимаю, что я могу все новые книжки не читать, потому что все это переписано и оттуда просто современным языком. Ну, залезаешь в нужный том там яблони и читаешь все, что тебе надо, ну да, без сортов, сорта в каталоге посмотрим. А так, в общем-то, все там. И вот это вот продвижение, оно, конечно, дорогого стоит, потому что фактически, ну, странно себе представить, что мы не имели там пирамидальных тополей, да, которые сейчас, ну, рассказывают тоже очень интересно, это было. И вот приходил человек в ЦК, в правительство, ну, вот, какой-то такие органы власти, естественно, с разных городов страны. Кто-то из Кишинева, кто-то из Одессы, кто-то из Киева. И сразу хотелось, а что это у вас нет каштанов? Почему у вас нету белых акаций? А почему у вас нету пирамидальных тополей? Ну, это шутка, но в каждой шутке есть доля истины. И действительно спускались зачастую сверху вот эти вот пожелания. И если Мичурин работал в основном там с плодовыми, хотя тоже декоративных довольно много у него чего есть, вещей, то тот же самый яблоков на базе ивантеевского питомника, вот он как раз с этими декоративными растениями, как они продвигали все эти яблони, как они продвигали все эти тополя, все эти, ну то есть просто удивительно. Ну вот мы имели там этот тополь Черный Италика, который, да, есть, еще есть у нас тополь Бали. Но в 39-м, 40-м году в Москве вымерли все они, все, которые были. И тогда вот, собственно говоря, он начал это дело делать, и получился вот этот тополь советский пирамидальный, который, на мой взгляд, сегодня не уступает тополю Черному Италика совершенно. То есть вот эта вот эстетика южная, когда мы едем там уже по югу России, Украина, где вот эти тополя стоят, она здесь за счет этого тополя советского пирамидального может быть, конечно, воплощена в остаточном мере. Катальпы. Это же вообще удивительно, вот эти гибридные катальпы, которые сначала там в Воронеже появились, а сегодня эта катальпа растет, прекрасно себя чувствует в московском регионе. Ты видишь ежегодное плодоношение, и в какие-то годы думаешь, господи, все, она сдохла, она умерла, все, уже ничего с ней не будет. Ну, она просто в июне распустилась, и все. То есть совершенно не умерла, и дала... Это тоже определенный минус, то есть надо как-то это учитывать, что вот такая вот особенная, получается, история с фенологией, на газон ее, наверное, уже не посадишь, потому что весь май будешь думать, пора бы ее вырубить или что-то там с ней сделать, но при этом как бы вполне себя зимостойко растение показывает, просто надо, значит, композиции использовать, где будут какие-то компенсаторы, которые ее весенний позор с собой компенсируют, и покажут, что они здесь достойны. Ну, вот Робинию я уже приводил пример. Вот здесь вот данные можете потом более подробно почитать, собственно говоря, касающиеся вот этих изменений климата, не какие-то, не с минимум эмоций, опять же, отключаем Гретт Унберг, но просто смотрим на данные Росгидромета. То, что я уже озвучил, ну, я сказал полградуса, но почти не ошибся, 0,43 градуса за 10 лет, да, у нас получается, прибавление идет, и это сказывается, конечно, на изменениях. И при этом мы попытались сделать следующее, мы попытались провести такую работу. Я вот сказал, что здесь территория страны разбита на зоны. Для каждой зоны написан свой список растений. Что мы попробовали сделать? Мы взяли каждый из этих районов и посмотрели, насколько сегодня этот список соответствует тому, который написан там. Ну, логически предполагали, что, скорее всего, он расширился. Расширился. Да, как бы. Он не просто расширился, вот это вот сейчас слайд я вам покажу. Я его показываю, не чтобы вы его читали, а это то, что добавилось. То есть вот к этому списку добавился вот этот список. Это второй район, это Петрозаводск. Добавился вот этот вот список, который просто в плюс к этому пришел. И это вообще немало. Но тогда возникает вопрос, а ушло ли что-нибудь? Может быть, наоборот, теперь я не могу, может быть, оно ушло. Но уходит в основном там, где происходит опустынивание. То есть в основном там, где меняется серьезно влажностный режим. И вот здесь еще такой вилки широкой не наступило, по крайней мере, в контурах Российской Федерации. На территории бывшей страны, да, опустынивание. Здесь еще не наступило такой вилки, которая уже бы какие-то виды позволила выгнать. Как проводилась работа здесь? То есть мы брали зону, мы брали список Колесникова, и мы брали два основных источника по современному материалу. Это бюллетени Совета ботанических садов России, в частности, это Петрозаводский, наверное, знаете, ботанический сад в Петрозаводском университете, которым Прохоров руководит. И они очень серьезную работу проделывают как раз по этой теме. В 1963 году еще нету аронии черноплодной, вообще нету. А в 1972 году у него уже арония черноплодная как одно из таких рекомендуемых растений. А, по-моему, последнее издание Колесникова было в 1974 году. Вот то, что я вам скидываю, в 1971 год, 1974 был, по-моему, последний. И поэтому добавляются какие-то виды. Но это же ничего не меняет. То есть мы все равно понимаем, что еще интересная вещь. Вот этот был ассортимент основной, дополнительный и ограниченного пользования. Вот если это было можно, но осторожно, то сейчас в большинстве случаев это просто можно. Если это было нельзя, но оно было в соседнем регионе, в соседнем районе, то сейчас это в большинстве случаев можно осторожно попробовать и здесь И при этом было, но не стало, почти нету, там единичные какие-то были эти вот экземпляры Ну потом да, сможете посмотреть тоже презентации, вот смотрите, ну там тис ягодный мы берем, вот это вот его оранжевенький, это природный ареал Тогда просто последите сейчас за курсором У Колесникова он ограничивался вот этими вот районами, вот они, вот, да? А сегодня мы видим, что он ограничивается вот этими районами Именно ягодами, даже не... Да, именно ягодами, да Вот, при том, что интересно, что вот, например, вот этот цифр вам видно, да? Вот шлифовку вам просто не видно почему-то Смотрите, вот второй район, он заштрихован полностью, и тридцатый район заштрихован полностью Вот смотрите, по второму району он рекомендован, соответственно, ботаническими садами, тем же самым Петрозаводском По тридцатому району он рекомендован, а по третьему району у нас нету информации Но мы прекрасно понимаем, что если справа и слева он рекомендован и показывает, то уже как-то интерполяция, можно это сделать Вообще, честно говоря, конечно, была такая мечта сделать такую интерактивную карту на портале, которая была бы при определенном модерировании доступна каким-то научным центрам, каким-то, может быть, даже ландшафтным сообществом, может быть, каким-то клубом любителей, потому что зачастую у них выращивается то, чего нету в научных центрах, все сады сажают виды в основном И чтобы через определенное модерирование, через заполнение какой-то анкеты можно было бы ставить эти точки на карте, где у тебя, ну, может быть, с какой-то больностью, чтобы понять, где оно и как Потому что, ну, по статистике тоже можно сделать выводы определенные, если там эти точки вдруг горохом посыпались, значит, все хорошо И мы разговаривали об этом с АППМ, и они, в принципе, сделали такую карту у себя на сайте, но немножко не так, как хотелось То есть они сделали эту карту, полностью проигнорировав все вот это дендрорианирование, которое было сделано тогда Они просто ставят точки там, где какой-то питомник чего-то сейчас выращивает Критерии перспективности, где определяется, если единичные суровые зимы происходят подмерзание Единичные суровые зимы происходят подмерзание, то растения все равно ставят довольно высокий балл Ну, традиционно так повелось в этих сообществах, которые эти баллы прооставляют в научных сообществах Вот, то есть эти единичные случаи, они просто указываются, что такое может быть, что такое бывает Если это происходит с завидной регулярностью, то у него нет шансов получить вот этот вот балл Ну, оценка эта идет по совокупности факторов, то есть все равно получается история какая Минус в каком-то факторе, но слишком большой плюс в другом факторе Они их выводят на один уровень, что немножечко от лукавого, понимаете? То есть там складываются числа, вот такой политомический ключ, они складываются числа И там, допустим, от 30 до 60 получился результат то-то, от 60 до 90 то-то, от 90 до 120 то-то Ну, вот если кто хочет с этой системой познакомиться повнимательнее, можете нагуглить Белов-Связева оценка перспективности И по ней в основном работают все Я настаивал, чтобы ее же взяли за основу ППМ, но они не прислушивались Но все ботанические сады в нашей стране работают именно по ней То есть оценивают перспективность именно по этой вот системе В 1972 году она была разработана и внедрена Потому что, например, меня еще и смышает оценка декоративности, которая разработана в главном ботаническом саду Там исключительно это основано на жизненной силе растения Но, положа руку на сердце, стареющий экземпляр зачастую достоин кисти живописца И даже умирающий экземпляр какого-то дерева Но он никогда не пройдет по эстетической оценке Она шестибальная, это эстетическая оценка То есть он будет на самых низших позициях Потому что там такие критерии, что... Ну вообще красоту, наверное, трудно оценивать в баллах Но тем не менее, возможно А что-то, да, вот у меня... Там отдельно тоже этот список будет, презентации, которые я скину Ну вот он, Айланд высочайший Ну и не подмерзал бы он Ну мы бы его с радостью на пень сажали И он отрастал Хотя здесь-то вот он шикарный, растет, не подмерзает У вас Вот он начнет сеяться Да не, ну да, как это, как гинка Кто бы знал, что гинка начнет сеяться Вы хотите верить, что он не начнет сеяться? Потому что, когда читаешь лекцию где-нибудь в Крыму И говоришь про Айландов высочайший Там они начинают реально плеваться Реально плеваться Потому что для них это катастрофа Который просто... Страшный сон ЖКХ-шников, РЖД-шников И всех, где чего-то надо его вырубать, выбирать Ну как у нас Крюн, если не лезет? Так пишут, но на самом деле вот сейчас удалось выяснить Что на самом деле он рос у Демидова в Оранжереи А здесь как раз его усиленно пытались сеять У нас Шредер пытался его И ни одного стойкого экземпляра И опять же, вот этот уникальный случай Климатипа Вдруг из всего количества этих сеянцев Которые сеяли, 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 сеяли Демидов выносил его из Оранжереи на улицу Только летом В карте Потом заносил назад Боясь, что типа он у него вымерзнет Вот И Здесь Регель и Керсинринг Там, значит, Шредер И вдруг появляются первые вот такие Вот показавшие себя более-менее экземпляры И понеслась И куда, и к чему пришли Притом у нас он не видел себе таких Подмосковных Нет, ну вот я не удивляюсь То есть в Финляндии он не входит в черный список Он продается в питомнике Причем вид Клионный синилистный продается в питомнике Но зато входит роза морщинистая Но вот то же самое по лианам Опять же, если говорить про подмосковные эти лианы Все примерно одинаково У лиан, конечно, практически всегда поросневая способность Да, довольно активное присутствует У нас огромное количество кампсисов Но, конечно, никакой из них не цветет Это отрастающие за сезон плети Которые достигают 3-4 метров высоты Надо сказать, что это тоже красиво Потому что этот своеобразный лист перистый Вот это вот поднимающаяся лиана И, слава богу, он не будет рушить столбы фонарные Как он это в Запорожье делает От своей тяжести Хотя, кто знает, что пойдет дальше Сейчас он посмеляет Но вот так вот они отрастают Но тоже вот интересно Та же самая там гортензия черешковая Мы видим гортензию черешковую в Петербурге Роскошную, которая поднимается туда Мы видим на отдельных садах На отдельных участках Гортензию черешковую в Подмосковье Которая поднимается до конька крыши Но мы привезем сейчас гортензию черешковую Из Голландии И она выше уровня снега будет мерзнуть Ну вот понятно почему Но вся та же самая история Что вот с этими растениями трофейными Что просто здесь эта культура Она же впервые в Петербурге как раз и появилась И я понимаю, что все, что должно было умереть Оно уже все умерло Отбиралось, 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 отбиралось И у кого спрашивают черенки В Подмосковье Откуда? А это из Питера И у человека она прет А привез он из Голландии Такого нету А те же самые Такая же история С актинидией острой То есть я вижу Например Эту актинидию острую Всю в плодах Метров 12 Высотой Дерево увито В МГУ В ботаническом саду И я вижу Как влачат жалкоствование Привезенные Те, которые из Европы Которые сидят И пытаются что-то из себя выжить Но ничего у них не получают Коломек-то да Без вопросов все А с этой Идешь до плодов Там до каких-то Но Если ты отрезал черенок С той Игрусской Ну тебе Будет тебе счастье Значит Был задан вопрос Про утепление контейнера Пеноплексом Ну и вообще Утепление контейнера Вот Можно расширить этот вопрос Говоря например Не только о контейнерах А тех же самых Подпорных стенках Да Например Потому что Подпорные стенки Довольно уязвимые Получается часть Хотя и в общем-то С землей идет непосредственно Соприкосновение В отличие от контейнера Вот мне есть такое ощущение Что когда мы говорим Про подпорную стенку Которая выходит Вот на внешний уровень Мы конечно тоже Фасадный утеплитель Зачастую на внутреннюю часть Кладем Но мне почему-то кажется Что мы это делаем Больше для себя То есть Для распокоения Какого-то Своего Я просто Начинаю бояться К таким Границам Подсаживать Я начинаю смотреть На ассортимент Все равно Перестраховываюсь То есть Если я беру Например Рябину Обыкновенную Форму пендула Вот мне нравится Плакучие формы Которые привиты В корневую шейку Потому что Их можно посадить На край подпорной стенки У тебя будет Ампельные растения Питомники Их не выпускают По причине Технологической сложности Выращивания Растений Ампельных Это значит Надо на каком-то Их высоте Вот А частники делают И вот Если я Рябину Посажу На край Этой стенки Я не боюсь Промерзания Хоть с утеплителем Хоть без утеплителя Но если я возьму Яблоню Какую-нибудь Плакучую Сортовую Гибридную Которую тоже Красиво Розовые цветы Будут с подпорной Стенки Мне кажется Мне не поможет Утеплитель Но глобально Почему бы нет Но вообще Очень много Об этом И говорили Делали В свое время Оксана Хлебородова Разрабатывала Компейнеры Для зимы Там с целым Рядом Каких-то Своих Наработок Это плоское дно Которые боковые Отверстия Дренажные Чтобы стекала вода Двойные стенки Ну как бы Но мне кажется Все равно Мы должны В первую очередь Смотреть на ассортимент Высаживаем В этот контейнер А не на контейнер Ну и конечно Надо исключать Подогрев контейнера Когда специально Пытаются подогревать Одно дело Теплопотери Которые идут с кровли От дома Да А другое дело Когда человек По системе Теплый пол Начинает греть Эти растения Тут уж точно Зимовать они будут Очень странно Весна начавшаяся В декабре Может их добить Окончательно Ну это как бы Мое такое Субъективное Минни Саша Можно спросить еще Тис ягодный 35 лет На одном месте И в это лето Выдал столько плодов Красные были Все эти ветки Почему это? Радуйтесь Я подумываю Они прощанили с нами Нет Я думаю что нет Ну вот например Я вожу экскурсию По водонка У нас Там тисов достаточно много И вы знаете Год на год Не приходится Бывают просто годы Когда он стоит Реально красным То есть мы не видим Хвоинок у него А бывают годы Я не могу показать Эти плоды студентам Потому что их Вообще нету Какая-то совокупность Факторов Урожайные годы Да Урожайные годы Нет Чуть-чуть Скажите пожалуйста По поводу Приема Агроприема Для Улучшения Для лучшего Опереживания Растениями Плодовыми И так далее Вносит Фосфор На колено удобрения Насколько Это обоснованно Идеально работает Или это все-таки Миф Нет На самом деле Действительно Не только Это касается Плодовых растений У нас считается Что внесение Фосфора Оно существенно Позволяет Подготовиться К зиме Растения лучше Это как-то такой Зафиксированный факт Но вообще Для меня было В свое время Таким откровением Что Мы же как раньше Вот знаете Там Копали большие яны Покупали Всякий плодородный грунт Чтобы там Растению дать Вкусного И Когда в какой-то момент У меня вдруг Не получилось Сделать это Для всех растений Я вдруг увидел Что те растения Которые мы просто Посадили в ту землю Которая была Немножечко подмешав Они Значительно лучше Стали справляться С невзгодами Чуть те растения Которые сидят Во вкусной каше То есть растения Которые вот в этом Вкусном субстрате В котором намешано Все Они конечно давали Существенно больше прироста Они скажем так Были сочнее и веселее Но как только наступали Какие-то неблагоприятные Моменты Зимние То на них Это сразу отражалось А эти растения Да они Медленнее росли Да они были Не такие плотные Но они Выстаивали Все это Очень Замечательно Особенно Это хвойных Касалось И я тогда подумал Зачем мы это делаем То есть В любом случае Получается Что Гадкий утенок Но здоровый Он все равно Превратится В прекрасного лебедя А прекрасный лебедь Может сдохнуть От этой зимы И тогда у тебя Никакого прекрасного лебедя Не останется Ну как бы так И ни в коем случае Опять же Не претендуй на истину Но вот такой вот опыт был Я потом Кстати Поделился За Светой Ворониной Эта информация Это несколько лет назад Было Да вообще Хвойные не надо Мы всегда Голодовку им устраиваем И тогда только Они показывают Все что они хотят показать Может быть Мы просто Есть смысл Когда Вот Эти янги Подмешивать Ту же Голубую глину Которая есть На час Ну наверное Все таки зависит Там нельзя Утилитар Утилитар На все Одинаково Это сказать Надо все таки Посмотреть На те виды Которые мы сажали Вот Потому что Вот так вот Посадите в то что есть И будет вам счастье Так конечно Никто не рискнет сказать Но тем не менее Вот такой вот опыт Он есть И он показал Что действительно Они подготовились Лучше Видимо Хотя и выглядели И хуже Как на зимостойкость Деревьев действуют На зимостойкость Деревьев действуют Высокие деревья Вот с одной стороны Когда у нас Переносится растение При интродукции Из южных областей В северные Например Зимостойкость Завязывается Со светом Удивительно Да То есть Если это растение Например Там Росло В легкой тени То здесь Ему нужен Свет И солнце Но Например Главный Ботанический сад Он Волей судеб Создан Под колоком Череметийской Дубравы На сегодняшний день Отдельным экземпляром За 250-300 лет Соответственно Дуба Дуб чересчатый И Вроде бы По классике Да Они должны были С юга Быть перенесены И должны стоять Вообще На сковородке Но я-то Подозреваю Что они Сохранились во многом Только благодаря тому Что они Под пологом Этого дуба С одной стороны Дуб все-таки Довольно поздно Распускают листья То есть Они ускевают Много чего Получить Ну и в принципе Это огромные уже дубы Там нету такого Полога какого-то Густого Вот И защита Она конечно Однозначно есть Потому что очень Ну вот я говорил Что замеряли Академию Памфилова Они замеряли Но у них написано К сожалению Поляна среднего размера Это странное Да слово Но у них Поляна среднего размера И дальше Они мерили В центре поляны На середине Расстоянии От поляны До опушки И В течении Всего Периода Когда Держится Отрицательная температура И у них Самое большое превышение Было У деревьев От центра 4 градуса Это очень много Потому что Если мы видим Что у нас Для некоторых растений Решающий фактор Минус 12 А минус 13 Оно сдохло То минуты 4 градуса Могут просто Эту На вопрос Это решить Зимой Это иногда Чувствуется Даже Физически Просто зайти Под какой-нибудь Сосрой Ощущение Совершенно Тепло Насколько Сильно Сильно Может Влиять На Зимостойкость Не морзостойкость Растений Это Сохранение Лугового газона Листового опада И все остальное Того Что Блокирует Скажем так Померзание И резкие Коголевательные Процессы Да Вот это Моя вообще Больная тема Солбой Постоянно Спорят По этой теме Но в основном Те кто приходят Ко мне Всятые Говорят Почему Корневая система Которая Находится Непосредственно В соприкосновении С корнеобитаемым Слоем Тех Трав Которые Есть Они Конкуренты Но если Это уже Кустарники Которые Прошли Этот уровень Если Это деревья Которые Прошли Этот уровень То Это конечно Благо Однозначно Сейчас Выложено Какой-то Факультет Не сама Темиряческая Академия Один из Факультетов Темиряческой Академии У него У него У него Не буду врать Они Стали Выкладывать Очень Много Статей И Например Огромное Количество Статей Посвящено Было Это Кандидатские Докторские Посвящено Было Залужению Садов Залужение Садов Оно Имеет Столько Плюсов Причем Это уже Документально Зафиксировано Дальше Только вопрос В том Стоял Какими Травами Какими Злаками Как И так Далее То есть Понятно Что Мы Должны Имеет Приствольный Круг Молодого Саженца Потому Что Высоко Поднятая Корневая Система И С травами Они Находятся В конкуренции Но Когда Это уже Взрослое Дерево Залужение Дается До Практически Корневой Шейки И Сложность Только в Кошении Есть Определенная Но Они Находят Огромное Количество Плюсов В том Числе И Промерзание Но Кроме Этого Это Сохранение Много На самом Деле Приводится Всяких Вариантов То есть По мне Это Однозначный Плюс И Вообще Мульчирование Как таковое Хотя Я повторюсь Что Недавно Прочитал Статью О Вреде Мульчирования Потому Да Потому Что Идет Вот Это Долгое Оттаивание Ну Разгребать Мульчиру Весне Мне Например Пока Я Не Мелтаю Я Заезу Сейчас В Москве Там Где У нас Были Щипается Была Ни Кора То Мы Затормозили Рост Всех Луковичных На Такие Участки У них Уже Детанизация Идет Я думаю Слава Богу Что Мы Позже Уйдем Реально Луковичные Которые Ну Да Но При этом Это Не Скажется Они Просто Будут Позже Но У нас Извините И без Мульчирования На Участки Одни И Те Ж Растения В Разных Частях Нашего Участка Совершенно В разное Время Начинают Ну И Замечательно Что Все Это Не Разом Прошло С Какой Растяжкой Во Времени А Как Вы Будете Это Наша Беснежная Зима От Вода Отсоциательно Скажется Мы Сегодня Обсуждали С Андреем Мне Кажется Что Это Неплохо И Нехорошо Это Просто Заставит Нас Жить В Новых Реалиях Вот Эти Вот Вещи То Есть Это Просто Другая Будет Система Ценности И Прочего Потому Что Как И Плюсы Положительные Так И Минусы Мы Видим То С одной Стороны Растения Перезимуют С другой Стороны Все Перезимуют Гадость Вместе С ними И так Дальше Я Говорю Что Уже Люди Видят Подмосковью Подползающую Амелу На Трассе У нас Уже Пара точек Есть Представляете Себе Я уж Молчаю О том Что У меня Например В Сергиопосадском Районе Подмосковье Это далеко Не самое Теплое Место Подмосковье Участок У нас По асфальту Ходили Богомолы Как у себя Дома Богомолы И В общем А где Он По-моему Ближе Ростова Не встречался Я не знаю То есть Вот А сейчас Это все Уже Такой Местный Кузнечик Удивительный Соответственно Я понимаю Что Богомолы Я увидел А кучу Вот этих Вот Всех Кто Еще Есть Включая Грибы Я не Вижу А все Это Будет Медведка Постепенно Идет На Ленинградском Подличается Повышной Влажностью Белыми Ночами Ну и Особенно В отличии От Других Центральных Регионов Насколько Сильно А в положительную Сторону Влияет Повышенная Влажность И влияние Соляных Ионных Растворов Которые Как говорят Что они Даже Способствуют Увлечению Монететных Местных Растений Сколько Сколько лет Я сюда Езжу Каждый раз У нас Один и тот Спор Возникает То есть Питерцы Вечно Начинают Плакаться И говорить У нас Все Плохо У вас Хорошо Растет А у У нас Не Растет А я Вижу Что растет В питерских Садах Как оно Выглядит И как Оно Растет И делаю Абсолютно Обратные Выводы То есть Я вижу Что эти Растения Существенно Более Страдают Подмосковье И в первую очередь Я конечно Связываю Это все Таки С близостью Моря И с Вот этим Климатом Таким Приморским Потому что Даже если Это растение Тех же Размер Вроде С теми Приростами Это Как бы Сказать Сочнее Дороднее Кудрявее Ну понимаете Да То есть Какой-то Вот Такой Вот Вариант Про слюны Растет Ничего Не могу Сказать А то Что Здесь Растение Чувствует Себя Более Благоприятным Мне кажется Это даже Не стоит Отрицать У нас Еще Есть Еще Забавный Фактор Белых Ночей Рогодендрон Плотный Например Дает Куда Больше Прирост Чем Он Долго С Языка Прям Отнял Ну да Еще Белые Ночи Для нас Отдельная Тема Которая Конечно Сильно А вот Можно Немножечко В сторону Мы Вернем Наши Белые Ночи Москвича Про Наши Белые Ночи Чего Ты Хочешь Реакция Реакция Растений На Белые Ночи Чем Это Обусловлено Тем Что Одна Сосна Будет Реагировать На Белые Ночи И Растаться С Таким Привотом Вторая Не Будет И Таких Растений Много На самом Деле Да Длина Светового У нас Когда Мы Говорим Про Освещение Растений У нас Два Параметра В основном Важны Интенсивность Освещения И Длина Светового Дня То есть Продолжительность Освещения Вот Интенсивность Освещения Длина Светового Дня Это Вот Те Вещи Которые К сожалению Никаким Образом Нельзя Наестся На Будущее Условно Говоря Тепла Можно Наестся На Будущее То есть Растение Успело Ткани Свои Подготовить То есть Нельзя Человеку Сказать Чего ты там Каждый День Ешь По тарелке Супа Съешь Ты его Нормально В первый День И будешь Месяц За все И месяц Будешь Свободен То есть Здесь Не получается Вот так Светом Наестся Потому что У тебя Может быть Супер Яркие Светлые Дни Но Если у тебя Будет Продолжительный Период Темноты То это Означать Будет Смерть И Как Это Выясняется Что Интенсивность Конечно Тоже Важна Света Но Больше Для Южной Культур Поэтому У нас Требуется Просто Большее Количество Люксов В единицу Времени Но Продолжительность Светового Дня Она Конечно Очень Сильно Может Сдвигать Целый Ряд Параметров Вот Простой Пример Когда Я работал Бронсфланцем Мы Привезли Ботанический Сад Главный Коллекцию Большую Многолетних Астр По Несколько Штук Подарок Сорта Просто Чтобы Они Попробовали И Многим Наверное Известная Карпесонова Римма Анатольевна Она Приняла Эту Коллекцию Они Ее Высадили И Они Не Зацветают Ни Одна Не Зацветает И Первая Мысль Знаете Какая Ну Вот У меня Там По Обывательски Ну Им Не Хватает Значит Вегетационного Периода Еще Бо Дней Каких И Они Римма Анатольевна Человек Науки Она Начинает Смотреть На Это С Другой С Точки Зрения И Она Говорит Надо Менять Цветовой День Я Говорю Римма Анатольевна Как Я В Мысль Что Надо Продолжать Подсвечивать Что Где Зачем Подсвечивать Можно Затенить И Она Каким То Только Известным Ей Способом Образом Мысли Начинает Говорить Надо Как То Там Это В голове Сложилось Они Ставят Эти Колпаки С Четкой Рекомендацией И Они Все Цветут Во второй Плани Понятно Что Это Не Имеет Прикладного Значения Никто Не Будет У себя В саду Там Специальные Колпаки А Уже Дальше Когда Я Начал Эту Тему Пытаться Понять Так Для меня Это Конечно Недосягаемо Вот У нас Срезку Выращивают В оранжерее Вот Я смотрю На эту Технологическую Карту Подсветки Полтора Часа Света Столько Отсутствие Света Столько Два Часа Столько Полчаса Столько Час Столько И Вот Эта Вот Система Вот Эта Она Вдруг Заставляет Их Начать Процесс Образование Бутона Раскрытие Бутона И Ровно К 8 Марта Большое Количество Срезанных Растений Мне Интересно Как Они Системы Вырабатывают Как Можно Дойти Просто По Разному Пробовать Здесь Получается Действительно Не все Так Просто Как Может Показаться Что Типа Дольше Больше Светло Значит Хорошо Меньше Светло Значит Плохо То Здесь Вот Эта Периодичность Включения Выключения И Продолжительность Отдельных Промежутков Может Вообще Растение Осенью Выдать Весну Весной Выдать Растение Осень Если Правильно Эту Схему Сделать Где-то Эти Схемы А? Каких Небудь Я знаю Что Такая Схема Есть Для Азалий Горчка Грунтовок Чтобы На продаже Товарной Когда Готовят Выдают Эти Схемы И Они Зацветают Значит Все Их Выносят В неурочное Время Когда То То Это Выгонка Ну Такая Выгонка Усовершенствована Не Просто Выгонка Посадил Ну Там Гормон Работает Ну По Крайней Мере Может Есть Разные Варианты Вот В этих Книжках Старых Это Ну Был Даже Учебник Такой Знаете Промышленное Цветоводство Татьяна Александровна Соколова Это Вот Наш Представитель Нашего Института У нее Там Расписывались Ну Не знаю Насколько Подробно Вообще Это Да Такая Тоже Тема И Обидно Что Ты Это Никак Не Можешь В общем Глобально Влиять На Это Никаким Образом Чтобы Изменить Если Это Не Оранжерей Если Это Не Комнатные Условия Если Не Ну Да Получается Что У вас Интенсивность Слабая Но Продолжительность Суммарная Например Она Больше Именно Светового Дня Еще Можно Вам Подробно Из Практики Есть Такой Известный Прием Если Мы Понимаем Что У нас Будет Возможность Суровая Зима И Не Успела Растение Древеснеть То Мы Конечно Обрабатываем Железным Купоросом Соответственно Для того Чтобы Она Успела Отжечься И Успела Древеснить На самом Деле Древеснение Способствует Демоксоткости Или Это Опять Из Почти Мифа Скажем Который Папагандирует Нет Ну Понятно Что Одревесневшая Ткань Имеет Меньше Вероятность Подвергнуться Морозу Чем Одревесневшая Ткань На вопрос Уже В способах Каких Потому что Я Например По старинке Просто Всегда У своих Этих Растений Чувствую Конец Лета Скоро Лет А оно Типа Живет В лете В своем Начинаешь Там Его Ламывать Но Мне Лен Грашавин Знаете Ее Тоже Наверное Она Мне Говорит Зачем Ты Там Тоже Самый Катальто Прищипываешь Ты Наклони Понятно Что У нас Побег Я говорю Чего Ну и все И он прекращает Рост Начинает Превеснивать Ну правда Надо сказать Что технологически Это не более легкая Задача Но по крайней мере У тебя Весь Тот Без этих Нету Ведь не все Растения Ты хочешь Чтобы они У тебя Как там Уляпчина Начали Ветвиться Да В итоге Ты хочешь Просто Чтобы у тебя Отросшая Превеснивая Можно Действительно Дать ему Горизонтальное Положение Ну либо Какие-то Там Обработки Которые Действительно Получаем Более Древеснившую Что Древеснившая Ткань Имеет Минус Это Как бы Зафиксировано Промерзание Трудно Сказать Меньше Или Больше Потому что Как по-русски Минус Да Это так Еще Вопрос Еще Вопрос Я так понимаю Что зачастую Промерзание Грунта И защита Растения Которые Достаточно Ну Недолго Живут В этом мире Возможно Ли Просто Создание Ветрозащиты Для того Чтобы уменьшилось Ветровое Сушение Мне кажется Это зачастую Главная Проблема Вымерзания Гибели Растения Ну Может быть Да Я на самом Деле Вообще По этой же Причине Не люблю Полностью Перепаханные Какие-то Территории Потому что Даже если У тебя Просто Что у тебя Бурьян Там такой У меня Не бурьян У меня Благодаря Бурьяну Призимовывают Мои саженцы Я Неотчетливо Вижу Что там Где у меня Оставшийся Иван-чай По кругу Растет Просто Оставшийся Нескошенный Иван-чай Внутри него В бирке Сидит Этот саженец Он у меня Перезимует Намного Лучше Чем у меня Перезимовывает Этот же Саженец Там Где у меня Открытое Пространство Кошеного Газона Хотя В общем Я ничего Специально Для этого Не делаю Но Наверное Это тоже Звенья Одной Цепи То есть Получается Такая Какая-то Определенная Защита Которая Спасибо Всем Большое Аплодисменты